Как выглядеть в кадре дорого. Это важно, принципиальный момент. Выглядеть всегда такой свеженькой майской розочкой. Инвестируйте в аксессуары. Дороговизна, она в том числе в разнообразии. Если вы свободный художник, вообще делайте, что хотите. Друзья, всем привет! Меня зовут Аня Бусил. Я рада приветствовать вас на своем канале. Одна из рубрик моего канала, постоянная рубрика, это внешний вид. И как с помощью правильного внешнего вида влиять на ситуацию. Или как быть одетой к месту. И в том числе, так как у меня был довольно сильный пробел в оформлении правильной своей внешности, во время того, как я набрала много лишнего веса. Вот вы видите сейчас на экране эту фотографию, которую уже видели множество раз мои подписчики в инстаграм. Но уж простите, кто видел, потому что на ютубе постоянно какие-то новые просмотры. Я на всякий случай вам просто демонстрирую. В общем, в какой-то момент я озадачилась тем, чтобы выглядеть так, чтобы мой образ приносил мне комфорт, деньги. И опять же, чтобы мой образ не был против меня. И сегодня мы с вами поговорим о том, как выглядеть в кадре дорого. Напоминаю также, что вообще свой путь я начала с фотосъемки. Поэтому я вам буду говорить как фотограф, как блогер, как человек, который профессионально занимается инстаграм. Поэтому давайте начинать. Итак, первое. Когда вы снимаете видео для чего-либо, или у вас фотосессия, или вы просто выходите в сториз, как вообще выглядеть всегда такой свеженькой майской розочкой? Безусловно, это сон. И кто бы что ни говорил, но сон напрямую влияет на то, как вы выглядите. И я на себе недавно испытала этот момент, потому что я полгода очень плохо спала. И для того, чтобы отыскать ракурс в таком заспанном состоянии, мне приходилось тратить большое количество энергии. Поэтому абсолютно точно, чтобы ваш кадр, чтобы вы в формате видео выглядели хорошо, важно выспаться. Второй момент, он не относится к какой-то конкретной ситуации, но в целом, что делает образ более дорогим, это, на мой взгляд, безусловно, это ровность зубов. И, честно сказать, я думаю, что если ваша задача зарабатывать в Инстаграм, зарабатывать на Ютуб, зарабатывать в ТикТок, в общем, быть и становиться публичной личностью, то неизбежно вы столкнетесь с тем, что вы часто будете говорить. И когда зубы не ровные, когда есть очевидные какие-то моменты, для меня загадка, почему взрослые люди не начинают заниматься этим вопросом. При том, что, еще раз повторюсь, это такая составляющая, что ли, профессионального образа. Очень сложно быть на публике, молчать и просто улыбаться с закрытым ртом. Поэтому для меня одна из важных составляющих дороговизны образа — это ровные зубы. Дальше одна из составляющих вот этого дорогого образа — это простота образа без каких-либо, знаете, таких очевидных трендовых историй. То есть очень часто колхоз, знаете, в гардеробе выдает то, что покупается какая-то специфическая трендовая вещь, и, соответственно, она иногда просто не сочетается с обстановкой или она не сочетается с тем, что уже есть сегодня. Я это говорю, потому что у меня был такой момент, когда мне хотелось купить что-то такого эдакого, я покупала, в итоге это не работало со всем гардеробом, и от этого я испытывала постоянные смятения, что же мне надеть. То есть если мы не разбираемся в трендах, то нет особого смысла стараться быть трендовой. Вы можете себя выражать как угодно. Здесь сейчас мы говорим в этом видео о том, как действительно выглядеть дорого при небольших затратах. Это важно, принципиальный момент. Если вы свободный художник, вообще делайте, что хотите. Еще один важный момент, это выбор безопасных цветов. Это все ахроматические цвета, серый, белый, черный, и к ним уже можно добавлять какие-то цветовые акценты по одному, уводя, например, вот этот вот ахроматический скелет своего гардероба, допустим, да, в теплые оттенки или в холодные, или насыщенные сочетания насыщенных оттенков. Здесь, конечно, по вашему вкусу, еще раз повторюсь, но выбирая какие-то очень особые, специфические цвета, иногда можно выглядеть дешевле, чем хотелось бы. Сюда же, кстати говоря, относится и текстура ткани, которую вы выбираете. Знаете, есть такой полиэстер, который вот самый дешевый, и он как бы пупырчатый, что ли. И я не против полиэстера, потому что действительно очень многие производители используют дорогой классный полиэстер, и он смотрится хорошо. Но в случае, если вот видны вот эти вот пупырышки, знаете такое, или, например, акриловый свитер, очень часто виден, что он акриловый, вот обращайте внимание на текстуру тканей, это очень важно для того, чтобы ваш образ был более таким дорогим. Но тоже такой момент, если, например, у вас шелковая блузка, а вам нужно быть в кадре, она, скорее всего, помнется. Поэтому вот в данном случае можно вполне себе заменить ее искусственной тканью, каким-то атласом. Так что, еще раз повторюсь, задача, чтобы текстура была понятная, чтобы текстура имела какую-то форму, и она выполняла свои задачи. То есть, если задача выглядит хорошо в кадре, то отталкивайтесь от этого. Еще один важный момент, это, безусловно, укладка, прическа, как угодно, можно назвать у кого что. И здесь я бы сказала о том, что очень важен объем в волосах, очень важна текстура волос. То есть, когда, знаете, волосы пушатся, то лучше их выпрямить утюгом или сделать кудри. Когда вы понимаете, что у вас волосы электризуются, я, например, беру любой крем или масло для волос, и таким образом убираю вот эту вот пушистость. То есть, найдите способ, чтобы волосы выглядели не пористыми, потому что пористость, особенно в кадре волос, она очень видна. Они пушатся, они выглядят несимпатично. Дальше важный момент. Мой как фотограф и как человек, который постоянно снимается, инвестируйте в аксессуары, инвестируйте в обувь. Все, что касается одежды, она может быть попроще. И это такой момент, который сначала неочевидный, но когда уже с опытом ты понимаешь, что да, окей, ты купила платье себе за 25 тысяч, лучше бы купить сумку за 25 тысяч. Вот правда, если у вас нет в гардеробе каких-то базовых моделей сумок, которые будут хорошо выглядеть и украшать действительно образ, то лучше платье купить за 5-10 тысяч или дождаться распродаж, а уже в аксессуары действительно инвестировать и выбрать какие-то классные, подходящие. И еще один момент, который действительно образ делает более разнообразным и дорогим, конечно же, это правило не дублировать одежду. Не стоит покупать один и тот же фасон и, соответственно, таким образом выглядеть очень и очень однообразной, потому что дороговизна, она в том числе в разнообразии, в разнообразии форм, в разнообразии текстур. Вот это основные правила. Если у вас есть какие-то лайфхаки, которыми вы готовы поделиться в комментариях, жду, готова обсуждать эту тему. Всем тема актуальна еще и потому, что у кого-то есть задача пойти на собеседование, у кого-то есть задача произвести правильное впечатление на первой встрече. Когда у меня не было денег, я жила в Москве, у меня был один пиджак-блузка и какая-то обувь, которую я не носила никуда и носила только на встрече. И они всегда выглядели хорошо, на них не было никаких катышек, следов того, что это много раз носилось. И знаете, я думаю, что это стоит того, чтобы иметь такой дежурный наряд на случай, если какая-то важная встреча и ваше впечатление должно быть контролируемо вами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok